Торнадо Энерджи. Это шквал энергии, ураган эмоций и настоящий пихарь из 11 невероятных вкуса. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. Хоба! Приветствую всех подписчики, новые зрители, вы на канале Нервим. Сегодня вы посмотрите полноценный туториал, обзор, он же Гай 2.0 по немецкой ПТСА у 10 уровня под названием Гриль 15. Мы разберем, как играть на данный ПТСА без использования голды на стандартном штатном оборудовании, без голдовых ремок, аптечек и всего такого. Также рассмотрим сборки полевой модернизации и в окончательном варианте глянем, как этот танк будет играться с использованием бонного и трофейного оборудования, а также с использованием голды. Короче говоря, все обязательно проверим, но прежде чем мы начнем, переходим к сильным и слабым сторонам Гриля 15. К сильным сторонам Гриль 15 относится. Аномальная по точности пушка 0.27 разброса на 100 метров. Можно довести до 0.2. Мгновенное время сведения полторы секунды. Высокая скорость полета основного снаряда. Высокая максимальная скорость. Высокая удельная мощность двигателя, из-за чего очень быстро разгоняемся. Хорошие УВНы, как для хрустальной ПТ-САУ, хороший обзор, не требуют высокого понимания игры от своего владельца. К слабым сторонам Гриль 15 относится. Низкий запас очков прочности, 1800 хп, медленная скорость поворота корпуса и башни, долгая перезарядка, из-за чего у нас отсутствует ДПМ, хрустальная пушка, а значит нет брони. Ужасная маскировка, как для ПТ-САУ снайперского типа. Переходя к рассмотру брони танка Гриль 15, вы сами можете заметить, что у этого танка нет брони от слова совсем. Рикошеть все не может, разве что только если вам попадут в пушку и тогда вас могут не пробить. В остальном машина полный картон. Касательно расположения модулей, то здесь все очень даже очевидно, просто и легко. В центре у вас находится огромный двигатель, но с большим запасом очков прочности, из-за чего вам его никогда не выбивают. А вот башня у нас здесь находится справа наводчик, а слева у нас находится командир. Поэтому если вы делитесь против Гриля 15, то стреляйте ему в правую часть от маски орудия. Если мы говорим об остальных членах экипажа, Михвод сидит спереди, Раздис сидит слева, а топливные баки у нас находятся прямо по центру. Поэтому если вы хотите поджечь Гриля 15, то просто в центр ему стреляйте где-то в районе четвертого катка. С броней закончили, теперь переходим к оборудке. Наборов оборудования у Гриля 15 не так-то и много. Здесь мой лично предпочитаемый выбор, возможно многие не согласятся, но досылатель, турбина и прицел для того, чтобы быстро ездить, точно стрелять и иметь хоть какую-то скорострельность. Также я люблю играть с просветленной оптикой вместо турбача на каких-нибудь открытых картах, когда вам нужно просвечивать танки самостоятельно, то есть светить самому себе. Касательно полевой модернизации, то здесь, ребята, у нас все достаточно просто. Мы усиливаем ходовую и увеличиваем, так сказать, набранную скорость, сохранение набранной скорости, точность, обзор, точность и мощность двигателя. Вот, жертвуем немножечко скоростью сведения, но в принципе это нормально. Также вы можете взять слот под разведку, вот что я рекомендую сделать, потому что ХП здесь вам не особо сильно помогут, и поставить как раз-таки здесь под слот, например, просветленную оптику для того, чтобы видеть. Дальше. Теперь давайте, ребята, отправляться в бой в прямом эфире в лайф-режиме и смотреть, на что способен гриль 15 в текущем рандоме. У меня, кстати говоря, сзади, как вы можете сами заметить, появилась полочка. Вот мои, так сказать, наградки здесь все разные. Скоро появится большая надпись сзади для того, чтобы вы видели, поэтому все будет чики-пуки. Так, хорошо. Первый бой. Как нам здесь лучше сыграть? Карта Перевал. Играем мы здесь в одноуровневом бою. Вот, и очень много, очень много по Теху, Лтеху и всякой другой всячины. Честно, я бы очень сильно хотел бы, наверное, отстреляться по центру моста, встать, просто дать первичный выстрел, потому что будет, скорее всего, либо кран, либо чифтейн поджиматься. Поэтому будем брать турбину и поедем на центр моста сразу же для того, чтобы дать первый выстрел. Не уверен я, что благодаря засвету мантикора я смогу дать какой-нибудь нормальный шот. Или все же смогу, но у них ЕБР и 13.05. Нет, ладно, давай, короче говоря, в надежде на то, что они все же подсветят хоть кого-нибудь, я все же подъеду в эту отстойную позицию, поменяя свои приоритеты и попробую здесь дать шот. Надеюсь, что кто-нибудь из моих союзников все же мне хоть кого-нибудь подсветит. ЕБР здесь тусит. И засвета, как вы сами можете заметить, пока что у нас нету. А вот ВЗ-195А и чифтейн как раз-таки поджались, и я бы по ним мог дать выстрел. Хотя в то же самое время мог бы, наверное, Евангар отлететь быстро. Поэтому тут непонятно, я себя спас или я не дал первичный выстрел. ЕБР-105 у нас очень плохо светит. Кого-то... Ой, крана пропустили. Понятно. Ну, поздно засветил, я уже думал, что там никого не будет, поэтому переводился и смотрел дальше, как мне действовать в бою, исходя из ситуации на миникарте. Сводимся на ТВП-ху. Бах, даем ей первый выстрел. 600 хп снимаем. Отлично. Чифтейна, я думаю, я здесь навряд ли выбью. Сейчас ТВП-шка будет кадешиться, и я думаю, что она будет там сейвиться уже до упора. У команды противника минус кран. Это прям жесткая сила была. Вот, и теперь нужно, точнее, ВЗ-шка. Извините, не кран, ВЗ-шка. Что-то у меня тут с глазами проблемы, походу, долблюсь. Давайте попробуем в пиксель закинуть чифу. Сами можете заметить, была возможность, учитывая обводку, но, к сожалению, улетел снаряд в край и произошел рикошет. Пока ничего не буду делать. Пока буду просто ждать. По-любому команда противника будет подставляться. То есть вот этот вот Чифтейн или ТВП-шка будут на нас выезжать. Вперед мы ехать однозначно здесь не можем. Ситуация у нас далеко не та, чтобы нагалеть каким-то образом здесь. Вот, и надо постараться забрать ТВП. ТВП мы сбрили. Чифтейн у нас теперь один. Вот, Т110Е3 промазал. 7 секунд у меня перезарядка. Гриль 15 будет пробивать. Чифтейн, скорее всего, тоже будет пробивать. И вот сейчас мы остаемся вдвоем со 140-ым. Главное, чтобы в спину к нам не заехал никакой EBR. И вот эти вот все подобные ребята, чтобы тоже не заехали. Пытаюсь я здесь прочекивать Чифтейна. Он давит WZ-101 с 5А. И на базу вообще лучше, скорее всего, мне даже поехать. Потому что Бадгера сейчас, по идее, должны убивать. Засвечиваю Чифа. Он меня не увидел. Очень сильно хочу проехать вперед. Вот, куда-нибудь в район базы. Но пока, к сожалению, видите, это невозможно. Да, тут Чифтейн пихает этого WZ. Вот, EBR у нас в спине. Ну, и меня продамажили. Вот это то, о чем я беспокоился. Если бы 140-ой играл нормально у нас, то, я уверен, проблем бы у нас вообще никаких не было. Плюс еще 261-ый кидает. Да, печальная ситуация. Очень даже печально. 140-ой АБ сериалса. Никого не увидел. Никого не подсветил. Снова EBR здесь гоняет. Снова Кримжа наваливает. Мы его, естественно, забираем, стараемся. И зажимаемся здесь против вражеского Чифтейна в угол. Потому что тут по-другому, я так предполагаю, мне вообще уже никак не сыграть. Да, этот Чифтейн здесь стоит. Сзади него гриль 15-ый. У меня тут парковочный домик. Вот, но против гриля 15-ого тут реально ничего не сделаешь. Плюс у меня, видите, у меня даже интуиция здесь нету, чтобы нормально подраться против него. Гриля вижу. Гриля шот даю. И сейвимся дальше обратно в нашем домике. Да, ну, прям все очень грустно. Я не знаю, может через камень получится проехать. Обидно то, что, видите, нам спину никто не контролировал. И обидно еще то, что проблема возникала как раз-таки с 140-ым, который должен был быть своеобразной опорой, оплотом надежды. Но нет. Он таким не оказался. Гриля 15-ого пытаюсь я здесь как-то от Бортины развести. Вот, он подставляется. Гриля 15-ого развести пока не удается мне. Чифтейн еще сбоку. Гриля 15-ого убили. И можно сейчас постараться, на самом деле, ребят, выйти на этого Чифа. Злосчастного. Попытаюсь я его забрать. Отлично, выдаю. И сейчас поехали в Сейвы. Куда-нибудь давайте туда вот в угол. В район базы. Точнее, не базы, в район моста. Там мы, скорее всего, на 114 СП-2 наткнемся. Но главное... Главное дать еще пару выстрелов. Так. И... СТБ-1 у нас в спине. 114 СП-2, я думаю, пока не будет вылезать. Блин, контролировать СТБ или... 114 СП-2. Ладно, закидываем блайнд. В надежде на то, что я все же попал в этого СТБ-1. Сверху у меня ВЗ-55 там что-то чилит. Контролит. Ну и мы 114 СП-2 попробуем заметить здесь. Нет. Его здесь нету. Давайте тогда немного по-другому сыграем. Тогда чуть-чуть по-другому сыграем. Я точно знаю, что это 114 СП-2. На меня сейчас поедет здесь. Мы попробуем сыграть по-умному. Мы попробуем сейчас дать выстрел и упасть вниз. Возможно, у меня получится, и я не разобьюсь. А возможно, и не получится, и я разобьюсь. Кто ж знает. Контролируем ситуацию. Отлично, даем выстрел. Падаем. Отлично, отлично. Смотрите, упал. Живу. Живу, мужики. Живу. Ситуация под контролем. И мой гриль 15. Ааа. Нет. Надо было все же жить до упора. Блин, ну очень хорошо его развел. Получилось дать в этом бою только 3500 урона, 1263 урона по разведанным. Ситуация была просто космически сложная. Вот. Но получилось сделать, ну я бы сказал, многое. Учитывая то, как бой развивался. Так. Ну что могу сказать по первому бою на гриле 15. Танк с виду неплохой, да. Но большие проблемы испытываешь тогда, когда к тебе приезжает противник. То есть он сразу же начинает заряжать фугасы, тебя начинает крутить какая-нибудь ЛТшка. Возникают проблемы с перестрелками. И тогда гриль 15 уже не такой опасный. Его точность, она упраздняется в лобовых перестрелках. А вот на дистанции весьма даже неплохо. 3500 урона я здесь дал. Неплохо. Вот. Мог бы дать на выстрел больше, если бы законтролировал ситуацию с 114 СП2. Он бы по-любому падал. У него там выбора не было. Так. Теперь будем смотреть на гриль 15 с боновым и трофейным оборудованием. Итак, ребят, боновое и трофейное оборудование здесь на гриле 15 аналогично штатному. Просто меняется цвет и характеристики танка. Перезарядка уменьшается на секунду, а также точность возрастает на 0,02 единицы. Плюс дополнительно с досылом в качестве инструкции вы получаете еще полсекунды перезарядки. И итогово ДПМ очевидно возрастает аж до 3200, что вполне неплохо для гриля. В полевой модернизации ничего не меняем и отправляемся в бой. Будем смотреть, что может наш гриль 15 сейчас. Ну, мне кажется, что гриль 15 вообще с трофейным оборудованием, именно с трофейным оборудованием, когда у тебя мощность двигателя бустится еще сильнее за счет того, что трофейка дает как раз-таки самое важное. Это удельную мощность. Увеличивая мощность двигателя, из-за этого удельная мощность тоже возрастает. Гриль 15 становится еще более быстрым и способен даже контрить СТш-КЛТш. Кстати говоря, карта Тихий Берег. Играем мы против девятых уровней, и сейчас как раз-таки попробуем по засвету союзного Гессора здесь отстреляться. Куда же он поедет? Давай, малыш, я в тебя верю. Главное, дай мне качественный засвет на перекатку вражеских танков. Да, Гессор едет в правильное место, поэтому давайте поехали за ним давать отстрел. Где можно давать отстрел по перекатке танков? Ну, я думаю, самое такое прям вот правильное место будет, это если вы будете становиться где-нибудь, наверное, в район вот этих квадратов. Ну, короче, вот здесь есть такая елка, сосны. И вот сюда, если вы будете становиться, кстати говоря, это я-то ВПшку засветил, сюда, по идее, вообще должен становиться ЛТ-вод. Но почему-то он у нас не становится сюда. Засветили здесь молодого человека. Этот у нас парень тоже просвечивается на АМХ 1390. Ну и я думаю, мы постараемся сейчас кого-нибудь здесь найти. ТВПшка подставляется, выдаем ей первый выстрел. Да, у нас ГСОР прям, я так понимаю, красавчик по насвету. Прям в клан Курм-2 захотелось его пригласить после таких засветов. Да, но нет. Так, давай откатываться дальше. Назад. Я так предполагаю, что здесь мне вообще ловить нечего. Да, меня засветили. Надо ехать сейвиться. Так, засейвили за домом здесь. Бабаха слева. Рога. Скорее всего я засветился из-за того, что он начал поворачивать корпус. И какая-то часть моего корпуса вылезла из... За пределы, так сказать, куста. Попадаем в пиксель 544 метра. Вот в этом главная фишка гриля 15-го. То есть, это лучшая снайперская ПТ-САУ на уровне с СТРВ-103Б, которая может вливать баснословное количество урона и душить противников на любой дистанции. Кроме как в упор не может, наверное, разве что. Так, Е50М. Закидываем ему выстрел. Вообще, мне показалось, что я даже не попал в него, но каким-то образом попал. Забавно выходит. Блин, ну ехать бы, честно говоря, отсюда. Потому что опасненько сейчас этот молодой человек играет на шарфутюре, шарфритюре. Ну и мы будем стараться его контрить, конечно же. Так, подкатываемся поближе. Даем ему выстрел раз. Откатываем назад. И поехали уже сейвиться. Поехали сейвиться, потому что я думаю 1390 меня будет контролировать там. 2 200 урона я дал. По пикселям пострелял, красиво все сделал, отработал. Теперь нужно ехать 60ТП убивать. Потому что он там продавливает оборону против средних танков. Это будет лучше всего. Сделать на моем гриле 15-м на дистанции здесь. Давайте встанем в куст. Боюсь единственное, что, наверное, бабаху. Потому что она меня баншотнуть может. Ну и... Молодой человек на Роге 65-й сейчас тоже будет продвигаться вдоль берега. Поджиматься к нам. И стараться выпушивать. Так, Роге 65-я прям по центру летит. Ее тут мне никак не продамажить. И особо даже ее не засветит никто. Да, поэтому, наверное, лучше назад отъеду. Чтобы не подставиться под бабаху. Буду, наверное, как-то дистанционно контролировать эту Роге 65-ю. Ну, короче, мне главное вот этот вот проезд светить. Где он может прокатиться. И постараться среагировать на него. Бабаха во взводе играет 60 ТП. Очевидно, она его прикрывает на дистанции. Нужно, чтобы ТВП-шка поехала вперед. Агрессивно. Просветила бабаху, я тогда буду агрессивно против Роге 65-й играть. Пока ждем, ребят. Слишком агрессивно точно не нужно ехать играть. Ну, давайте, парни. По первой линии. Вас двое. Вы сильнее. Вас двое, он один. Я уверен, вы справитесь. ХП у вас много. Вы фуловые. Давайте, давайте, мальчик. Давайте. Верю в вас. Верю в команду. Уверен, вы сможете додуматься. Вы лучше. Давайте. Давайте, не ссыте. Едьте. Езжайте. Блин. Как же мне попросить, чтобы они поехали здесь? Я уже даже приглашение во взвод. Кину. Проедь здесь. Ну, просит же. Ну, че ж ты? Ну, а. Бывает. Духота. Парниша вообще не хочет ехать никуда. Ни ТВП, ни Леопард. Все просто стоят. Никто никуда не едет. А нам нужен этот засвет. 13.90 уже едет в спину к Е100. Сейчас, скорее всего, будет в него там барабан раздавать. Или ты 95-го забирать. Надеюсь, что 13.90 убьют. Это опасно, если он будет там жить. Да, ну танкисты, ну танкисты. Давайте по первой линии проедьте. Езжайте, мужики. Я верю в вас. Уже меньше верю, чем до этого верю. Вот, Рога-65 наконец-то засветилась. Подкатываем ближе. Меня никто здесь не может засветить. И постараемся продамажить эту Рогу-65 на подъезде к Леопарду. Вот, Леопард дает первый выстрел. Он должен катывать назад. Сейчас там арта должна наша работать. Ну, и учитывая данную ситуацию, мне нужно воспользоваться моментом и поехать по центру карты пересветить вражескую бабаху. И постараться ее переиграть на дистанции. Я думаю, у меня точно может это получиться. Так, там вафля. Так, давай попробуем ее продамажить. Вот здесь шот даем. Опа, походу выстрел пролетел мимо башни и корпуса. Видимо, да. Давай заряжать фугасы против бабахи. Я могу бабаху забрать с двух фугасов. У меня фугас 950 урона. Это неплохо. То есть бабаху я все же реально могу снять. Только тут главный вопрос. Где она может находиться? Не хочу во рту пока кидать. Или лучше кинуть. Так, бабаха. Сводимся. Выдаем раз. Тысяча двадцать. Вот это красота, мужики. Вот это то, за что я люблю фугасы на ПТ-шках против ПТ-шек. Ну вы поняли. Это вообще бомба. Лышка, бомба, огонек. Так, перезаряжаемся обратно на ББ-шки. Мне этот фугас, возможно, против вафли 9 понадобится. Начинаем играть агрессивно, как средний танк. Арта светится. Промазала. И мы, наверное, будем забивать на нее болт. Будем ехать на другую арту. Возможно, я ее обнаружу. Эту артиллерию. А возможно и нет. Забираем одну арту. Вторую арту 212 я не вижу, но вижу батчата 155-55. Заметьте, я даже голду не использую. Просто на гриле 15 она не нужна. На гриле 15 голда, в принципе, хуже, чем ББ-шка. Перезаряжаемся обратно на фугас. Скорее всего, я сейчас буду очень агрессивно играть против этой вафли 9. Мне нужно будет ее пробить с фугаса. Даем фугасам на 1037. В спину закатывает сразу же ТВП. Забирает вафлю 9. 5200 урона уже есть. Блин, такие фугасы мощные. Тут на самом деле нужно, скорее всего, отчаянно... Нет, не отчаянно, интуицию качать на мою вафлю. Чтобы было... Все здорово. С переключением снарядов. И теперь поехали вперед. Очень агрессивно едем. По скорости я не уступаю ТВП. У меня турбина. Думаю, буду просто в лицо выезжать и давать выстрел по Яге. Это самое правильное решение здесь. Дал. И добирает ее ТВП. Все, ТВП забирает. 5900 урона. Карта... Я бы не сказал, что далеко самая лучшая для гриля 15, но получилось его реализовать. Вот. Опять же, мне кажется, в большинстве своем благодаря себе же. Потому что мне никто не светил. Я сам себе подсвечивал, сам разыгрывал. Поэтому получилось реально здорово. Как-то так. Теперь давайте, ребята, оценим гриля 15. О, кстати говоря, даже мастера получил. За 1000 оптов всего лишь мастера гриля дают. По всей видимости, ребята на нем прям реально постоянно кемперят. 9 из 9 попал. Пробил. Один я выстрелил какой-то за фейлию. Это в вафлю. Вот. А в остальном все очень даже круто. Гриль это вообще достаточно нестабильная ПТСАУ. Потому что она очень сильно зависит от карты и от команды. Но она не требовательна к рукам. Единственное, что вам нужно будет, скажем так, назадротить, это упреждение. Да? Для того, чтобы четко стрелять на дистанции. 4.700 средний урон у меня получился с 2 боя. Вот. Один без голды, другой с голдой. Но, очевидно, с голдой, я имею ввиду, на трофейном оборудовании с допайками намного приятнее играть. Потому что вы быстрее сводитесь, более точно стреляете, лучше перезарядка. Вот. Давайте теперь подрезюмируем по поводу гриля 15. Что можно сказать о гриле? Гриль ПТСАУ, ну, однозначно для, скажем так, новичков. Сейчас она в рандоме, учитывая вот эту вот всю мега броню, мега скорость, не сильно контируется из-за того, что карты в большинстве своем линейные. Но я бы гриля 15 оценил бы так. По имбовости и простоте использования гриль, ну, наверное, грилю поставим баллов 7, да? Возможно, даже, нет, 6. Имбовость этого танка заключается только в игре на дистанции. У него занятое расположение башни, у него плохая маскировка, ездит он быстро, может контрить СТ-шек и ЛТ-шек. Однако, как только вы попадаетесь в какую-нибудь полузакрытую такую карту, где не только, скажем так, линейные направления, а еще есть всякие коридоры, то тогда гриль 15 показывает себя не лучшим образом. Поэтому за простоту и имбовость я ему поставлю 6. Касательно комфорта игры, здесь однозначно девятка, пушка просто топовая. Если вы, конечно, подставляетесь под противника, то можете получить фугасом, но мы оцениваем исключительно это танко-крустальную пушку, а не как машину для танкования. Точность есть, время сведения есть, стабилизация какая-никакая есть, ездит быстро, обзор есть. Единственное, чего нет, это маскировки, но девятка в плане комфорта. Теперь в плане универсальности я, наверное, поставлю ему восьмерку, вот, восьмерку, да, крепкая восьмерка будет в плане универсальности. Танк может играть на полуоткрытых картах и открытых, однако, ну, городские карты тяжело. Химмельсдорфы, Энски, линии Зигфрида будет тяжело, но на всем остальном играть может. Главное не подпускать противника в упор. Как-то так. Общую оценку вы сейчас видите на экранах. Если вам понравился данный видеоролик, подписывайтесь на мой канал, ставьте свои сочные жирные лайки, сейчас они очень сильно нужны, монетизацию отключили. Также подписывайтесь на мой канал Трово, телеграм-канал, ссылки я оставлю в описании. Там мы смотрим фильмы, постим мемы и играем в разные другие игры. С вами был Нир, всем хорошего дня, до демыша. Па!